Почему не хотел команде, чтобы все-таки в последнем отрезке, в завершающем отрезке этого сезона, вырвать место восьмерки? Сложно так сказать. Факторов было очень много, но, мне кажется, решающий один из решающих факторов – это травмы, которые были в команде и, скажем так, с этими изменирующими игроков. Поэтому решающий момент и концовки, вероятно, проигрывали и делейники одного очка, и с Замбашем, в принципе, удачная игра, но, в принципе, и за травм, мне кажется, не хотела нам концовки, более-менее, с собой. Как вообще на эту игру, которая уже не имела, какого результата, как команда осталась? Ну, вы знаете, очень трудно мотивировать игроков, когда игра не решающая, но, в первую очередь, мне лично кажется, что как бы она решающая, не решающая, игра была, но должны быть люди, которые выходят на площадку, выходить и бороться, делать все возможное, чтобы победить. Если, в принципе, желания нет, то лучше это просто сказать тренерам, то, что они, наверное, в раздевалке говорили, что я не готов сегодня играть или что-то еще. Но по сегодняшней статистике мне сложно что-то говорить. Спасибо. Пожалуйста. Смотрите, когда вы приезжали сюда еще в первом круге, мы общались, и задача ваша, ну, старались вы, конечно, вы говорили, что вы хотите в опасность плывет, но, естественно, кто не хочет. Но вот уже закончился революционный чемпионат и для вас, и для нас. Скажите, пожалуйста, как оценила вашего руководства, президента выступления команды на стадии регулярного чемпионата Украины? Скажу так, что играли нестабильно и неровно. То есть начали вроде бы неплохо. Обыграли и Запорожье, и Мариуполь. Там были хорошие игры, да? Потом был провал. Сумасшедший провал. И просто понял, что нас надо доукомплектовывать. То есть игроки, которые были в наличии, они не вытянут все. И это было видно десяти играми, которых мы проиграли подряд. Десятью играми. Поэтому доукомплектовались. Как бы опять вроде бы неплохо сыграли ребята. И были победы интересные. И поражения тоже были такие обидные. По чугу по два проигрывали. Но я считаю, что сам мой провал был в две игры. Это Запорожье и Николаев, кстати, не продерживаться. Ведя всю игру практически. И не оставляя шансов сопернику никаких. То есть мы проиграли две игры. В самом конце концерки. Николаев точно конце концерки. Одна в одну. Там даже можно было и секунды взять. Посмотрите, за три с чем-то минуты мы проигрывали. И которые выигрывали. По семь, по десять очков. Это Запорожье и Николаев. Вы привели, разговаривая, сухую статистику. А как это Ваш президент? Доброе утверждение команды в этом сезоне. Естественно. Задача стояла попасть по себе. Для клуба это был бы большой шаг вперед. Потому что клуб молодой. Как бы перевели. Хотелось бы сделать, переступить этот барьер. Мы были очень близки к пятнему барьеру. Но взять всю, если взять все проигрыши, все выигрыши. То я считаю, что нам не хватило этих двух побед. То есть вот этих своих. Пусть мы там проигрывали в Мариуполе. Очень много в Мариуполе. Потом достали и побили очко за 46 секунд. Но это была бы несправедливая победа. Но вот эти две победы, которых нам не хватило. Мы в Кривым Рогом просто. Все. Поэтому руководство поставило задачу попасть в восьмерку. Какие будут санкции, я пока не знаю. То есть по окончанию чемпионата будут разборы и с лидерами, и с игроками. То есть я пока не знаю. Естественно, скажут, что задача не будет полной. А она не будет полной. Причем на последнем этапе, где можно было заскочить, играется последний вагон. И шансы, я говорю, шансы были в 100%. Выиграет двойного в первую последнюю. Не забивая первые штрафных. Просто на одних штрафных можно было выиграть. Если вы будете болеть, какие тренингский состав оставили за том же. Те же люди, которые сейчас работают с командой. Кого бы вы, образно говоря, убрали без команды в следующей серии? Потому что сегодня было видно, что ваши некогда геонеры, они уже находятся в Америке, гуляют. Естественно, когда мотивации нет, то они уже находятся в Америке. А кого бы брали? Ну, я так думаю, что мы уже говорили на эту тему немножко с аварным тренером, с президентом клуба. Скорее всего, мы будем расставаться с Карифом, с Дюксом. Ну, по остальным, еще вопрос решается, еще возможный вариант, так скажем. Хотелось бы оставить и Фрейзера, в принципе, лучший ребаундер, и я думаю, не помешает. Правильно? Пусть у него там не такая высокая техника, технически не оснащен, он под кольцом, он под все. Но делали это игроку по 15 подборов, любой батареник хотел, не только игрока мощного и прыгучивший альдом. Все, спасибо. Спасибо. До свидания у вас. Еще. Александр, что важно для тебя, как для молодого игрока, провести достаточно много времени на площадке в матче в Суперлиге, пусть и в которой не имеют особой турнировой мотивации, насколько это важно? Для меня это очень сильно важно, чтобы набраться как бы улыбка, как бы за первым, чтобы в эти доверия тренера, чтобы потом как бы на следующую игру, которая будет в следующем сезоне, чтобы он не успел. Какая сейчас в Канаде атмосфера и от стартом твоих? Очень хорошая атмосфера, очень. Очень. Все игроки, наверное, на победах. Что-то Рюбери с ним сказал после игры? Как-то от играл, как-то оценил при действии на площадке? Ну, не сказал ничего, но я бы, ну, то есть, любой. Либо же конкретно по молодым троим, которые сегодня выходили? Нет, ничего не говорили. Ничего, да? Да, так. Спасибо. Скажи, не, подожди, скажи, пожалуйста, вот ты два дня играл с против ОСАУМАШ, то есть против нового чемпиона нашей страны. Сегодня была команда, ну, ниже среднего уровня. Скажи, пожалуйста, где было сложнее тебе на своем месте? Нет, ну, там был сложный, я же. Ну, здесь, конечно, сложнее было, потому что я больше играл, больше игрового времени, и уставал больше, пошел игроки побольше, было тяжело очень. Получил пять валов, потому что тяжело очень, с большими игроками, надо набирать массу. Ну, обкатка началась. Да, это хорошо. Ну, дай бог. Дальше. Спасибо. Томик Николаевич, наверное, главной интригой какой-то статистический голос может и Николай с плюсом закончить. Общий. Ну, я знал, обращали бы вообще внимание на это или нет. Я обращал внимание на это, но, как бы, не хотел, что я должен был передержать Джастина и не дать поиграть Жуковскому. Не заболел бы Тонченко, будь вместо Жуковского Тонченко, может, мы и того, и другого достигли. Но, может, мы поставим все единственной командой в истории, которая попала в плодов с отрицательной разницей. Нет, на самом деле, а в летнях 50-х. Да, вроде. Да. Для нас, для нас еще была интрига, сегодня мы пропускали 52 очка, мы заканчивали на третьем месте по пропущенному. Для нас это была большая интрига, но тоже нельзя в угоду цифру не использовать такую возможность и не дать нам. Как вы оцениваете свои действия? Кошмир, от Шунделя, от Жуковского? Как они сидят? Да, как они сидят, в общем, не осознают. Большего ждал от Шунделя и больше ждал от Жуковского. К сожалению, первый выход от Жуковского был успешным, во втором просто он потерялся, потерял место в защите, побежал внизу в сторону, нападил непростой мяч, вместо того, чтобы забить попал. Хорошок Горбенко, такую паузу вышел, чтобы я пришел на Крылова, то есть вторым выходом категорически недоволен. Что касается Кошнерова, то вот такое, что он показал, вот это все, что он сегодня способен, потому что, во-первых, в отличие от тех двух ребят, вообще первый раз по-настоящему что-то там чуть-чуть поиграл. Да, те 40 секунд в предыдущей игре, где там я уже заигрывал на 40 секунд, не считается. А эти ребята потихонечку играли и много тренировались. Поэтому Саша сыграл как мог, единственное, что это эхолон, сыграть побольше. Вот, и что касается Шунделя, он тоже, конечно, я не очень доволен, но, может быть, он все-таки уже не ездил в Запорожье, болел. Может быть, это вследствие его болезни. Вот, Игорь Ильич, есть уже у нас соперник в плей-оффе, да, то есть, мы об этом новом говорили в предыдущие разы. Есть ли у вас рецепт, да, за счет чего? Ну, понимаете, как сказать, ну, мы два раза же в последний раз играли, значит, какой-то рецепт есть. Но это не значит, что, как бы, мы можем их пройти или выиграть одну игру, это плей-офф. И команда Гавелла на протяжении всего чемпионата показывала хорошую, сильную игру и атлетичную, очень атлетичную баскидку. В каждой позиции они выглядят атлетичнее нас. Плюс преимущества и площадки. Будем, конечно, думать, как что, времени думать нету сегодня, завтра, 8-20, еще и сегодня полгода, да, и уже 20-го нужно выезжать туда. Может быть, лучше было «Зомашник», кто бы не спрашивал, какие там рецепты, 0-3, в отпуск. А так, высокая степень ожидания, что, а вдруг пройдем, а вдруг выиграем одно, может быть, две. Я не за это. Будем играть. Я доволен любым результатом. Вот вы поедете туда, вы там будете два дня гордиться. Потому что, первые, останетесь там. Там две годы, через день, тысячу километров. Двадцать первого, двадцать третьего мы не будем домой ездить. Владимир Борисович, Гилевич, он поедет на мой смертный вообще? Что, ничего не могу сказать. Видите, я на прошлой пресс-конференции говорил, что он сегодня играть будет. И такую информацию мне дали врачи, что он не так серьезно. Ну, ему лучше не становится после всех терапий. И в понедельник опять повезем его на МРТ. Будем смотреть, что там, какие сдвиги, что и как. Понятно, что в Бридею все будет намного сложнее. Но, может, не первый игре, может, и второй игре его поднимут. Вот так вот. Спасибо.